Приветствую вас в санте. Почитал я ответы на ваши вопросы и увидел, что, в общем-то, высказались вам два эксперта, и у обоих получается такое вот совершенно полюсное мнение. Один говорит вам, что бы вы оставались в этих отношениях дальше, чтобы вы принимали их в той форме, в какой они у вас есть. Другой эксперт говорит, что бы вы завершали их, потому что вам ничего хорошего они не принесут. Знаете, я думаю, что было бы странно, если бы я поддерживал бы кого-то из экспертов в данном случае, потому что считаю, что ни один, ни второй на момент моего ответа у вас было два, только комментария. Я считаю, что ни один из экспертов не прав. И свою позицию я поясню вам так, что видите ли, какой момент. Я думаю, что вы просто, что называется, немножечко перегорели. То есть вы так сильно хотели свадьбу, так сильно вы мечтали о ней, и вы говорили, что вот продумывали ее до младшей, что теперь как бы уже у вас нет никакого желания, потому что действительно прошло много времени, вам она кажется нереальной. Такое бывает. Значит, что нужно сделать? Во-первых, меня, так же как и коллегу, наздорожил, что молодой человек потратил деньги на свадьбу, на какие-то свои личные расходы. То есть, что это за личные расходы, вы не поясняете, вы не говорите, что это за личные расходы, вы не говорите, ну, как объяснил их вам молодой человек, но, тем не менее, факт, это факт. На личные расходы молодой человек деньги потратил. Которые, кстати говоря, вы копили на свадьбу. И вот здесь непонятно. Вы говорите, что деньги вы копили вроде бы как вместе на свадьбу, если я правильно вас понял. Но при этом у меня взломилось ощущение, что ответственность за накопление средств лежит полностью на молодом человеке. То есть, вот этот момент тоже его надо бы прояснить, ибо не очень понятно. Дальше вы говорите такую вещь, что вы готовы были расписаться, но нещели накопить. То есть, тогда у вас была, получается, страсть к молодому человеку. А сейчас вы чувствуете уже, что он, ну, наверное, охладевается к нему. Ну, вот так, по крайней мере, мне показалось. То есть, вы чувствуете свое охладение к нему, из-за этого вам это кажется очень нелепой с точки зрения, что за миром хоть все, что, ну, как вот, как вот вы написали. И это действительно кое-что значит. Это действительно означает, что молодому человеку охладеваться. То есть, вам уже нужна инфосвадьба, вам уже нужна семья, вам уже, ну, вы уже думаете о будущем, а о самом молодом человеке вы уже как таковом не думаете. И связано это, скорее всего, с тем, что молодой человек не показывает вам, что он готов, вот, вкладывать в, ну, в ваше общее дело, свадьбу. И вы постепенно, как бы, ему охладеваете, видя, что он не готов для вас делать вот эти вот вещи. Возможно, здесь обида невыраженная, возможно, что-то еще не очень понятно, если честно, потому что вы никак не поясняете то, что у вас происходит. Но я думаю, что ситуация именно такая, что вы просто-напросто постепенно разрешиваетесь в нем. Я думаю, что не стоит принимать решение о расставании с ним сразу и решение принимать о том, чтобы быть с ним вместе тоже сразу. не стоит. Потому что и то, и другое решение, наверное, будет неправильно. Вы старайтесь лучше пока что спросить себя так. Вы со двоим молодым человеком хотите быть до сих пор безусловно? или уже появились какие-то условия для того, чтобы мы были вместе. Вот это, пожалуй, является самым главным вариантом, самым главным вопросом. Потому что, смотрите, а раньше вы говорили, вы говорите, что мне все равно, там, будет свадьба, не будет свадьбы, лишь бы только быть с ним, да? Сейчас вы говорите, что мне уже свадьба важна, но я не хочу ее. И это говорит о том, что у вас все-таки определенная обида и недоверие к мужчинам. То есть вам нужно сеть и поговорить. Поговорить о чем? Это тоже очень важный момент, о чем вы с ним будете разговаривать. Значит, первое, о чем вы поговорите с своим молодым человеком, это о сроках. То есть нужны конкретные сроки, когда он будет делать вам предложение и когда будет свадьба. Чужие конкретные сроки. Если конкретных сроков мужчина назвать не сможет, то вы, соответственно, говорите ему о том, что мог пройти. Я, наверное, хотел бы сделать небольшой перерыв в наших отношениях, потому что в последнее время я не вижу с твоей стороны никакого желания быть со мной. И это будет справедливо. То есть вы делаете, вы на какое-то время расстаетесь, вы какое-то время проводите друг с друга, и потом, по прошествии вот этого времени, вы уже принимаете для себя решение, что будет делать дальше. То есть вы встречаетесь с мужчиной, и как бы еще раз с ним разговариваете, и он вам как бы говорит, как он видит ваши отношения. Но то бы больше не было вот этих вот личных расходов непонятных, которые, деньги на которые вроде как должны были потратиться на свадьбу, а в итоге потратились непонятно на что. Вот. То есть, по сути, вам надо прислушаться к себе и подумать вот о чем. То, что вы сейчас не в браке с ним, и то, что вы не можете получить от своего мужчины то, чего вы хотите, вредит ли это вам? Наносит ли вам это вред? Если да, то какой? Вы обращаемый или реальный? То есть, моральный или психологический? Если вы чувствуете, что вред наносится морально, и вы не готовы этот вред принять, значит, вы молодой человек не любите, и вам с ним можно оставаться. Если моральный вред вы приняли как готовы, то вы его любите, и готовы поступить именно своими моральными взглядами. Ибо это не так важно, ищите с молодым человеком, несмотря ни на что. То есть, не важно, что вы не расписаны, не важно, что вы не знаты, главное, что вы вместе. Если вы чувствуете, что вред вам не моральный, а психологический, то, соответственно, вы об этом информируете молодого человека, и он, если вас любит, соответственно, тут же предпринимает меры для того, чтобы организовать все как нужно. Это, там, вплоть до кредита. А в самом деле, если он работает. Но, необходимо четко составить план, когда, как, учет средств и так далее, чтобы не было никаких вот этих вот личных расходов. Ну, и вам необходимо все-таки выяснить природу этих личных расходов, потому что, вполне вероятно, что именно она, именно этот факт, привел вас к тому, что вы храните обиду для молодого человека, и эта обида мешает вам принять его таким, какой он есть. То есть, он сделал что-то для себя, а вы теперь думаете, ну, вот он сделал что-то для себя, а почему я не могу сделать что-то для себя, тут точно. То есть, момент здесь именно такого рода. И вот об этом вам стоит подумать. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку. Помогу, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если делаете его лучше. Желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!